А как раз по поводу Доброфеста, вы Добро баттл выиграли, да? Да, мы выиграли Добро баттл, выиграли кубок, почетные письма для родителей, грамоты, там очень приятно, все было здорово, спасибо за организацию. А есть ли не секрет, где этот кубок сейчас? Лежит в автобусе в нашем, мы еще дома не были до сих пор с Доброфеста, поэтому, наверное, дня через два, напередаемся до дома все-таки и поставим его на полочку. Доброфеста, неделя прошла, вы где? Да, мы поехали в Санкт-Петербург, мы записываем Макси сингл, сейчас приезжаем сюда и обратно едем в Санкт-Петербург еще на два дня. А вы с вами откуда, простите? Мы из города Кострома. Вы Костромские? Да. Все, все ребята, все участники коллектива, да? Абсолютно все. А в Питере, соответственно, сейчас записываете в студии? В Питере, да, мы в пролете пишем сингл, писали до этого альбом, там, у нас все, мы в восторге, остались от работы и едем туда же, уже записали, осталось свести. То есть, постоянно сотрудничество со студией у вас получается? Да, да. Отлично. Артем, я, конечно, извиняюсь, я просто как бы не очень знакома с вашим творчеством, вот расскажите, пожалуйста, более подробно, сколько там, сколько лет в группе, как вот, вообще, как вы организовали? 1 июля было 5 лет в группе в данном составе, вот, нас 9 человек, 10, 10, 10 человек, да, большая у нас такая команда, поэтому вот такие сцены для нас только-только, на которые мы скоро выйдем, да, поэтому, не знаю, такая большая компания друзей, любящая веселиться, вот это все описание группы Good Times. А 9, вот, вроде бы, 9 и 10 человек, а это, это музыканты? Это все музыканты, все музыканты, один звукорежиссер. Артем, а подробнее, а какие у вас инструменты, кроме стандартных? Кроме стандартных у нас труба, саксофон, еще один саксофон, перкуссия, две гитары, бас, барабаны, два вокала, в общем, да, так как карнавал, пытаемся на большой карнавал. У вас вот для организаторов, ну, просто, как бы, я сама тоже организовывала концерты, ну, как бы, вы, получается, наверное, дорогие по райдеру или как? Ну, мы такие, пока мы не такие не зажравшиеся музыканты, мы такие недорогие и много не просим, стандартный наборчик такой для всех организаторов, но растем, развиваемся. Но мы, как бы, когда организатор видит впоследствии нас на сцене, он не жалеет, не жалеет потраченных времени и средств, вот. Я очень рада, я буду очень прям ждать ваше выступление сегодня, мне очень интересно, 9, 9, как вот этих вот инструментов, очень интересно будет посмотреть, реально я вживую, как бы, у вас написала. Оставайтесь, я вас уверяю, вы потанцуете немножечко. Артем, я вот сама просто, как, ну, смотрю, как вот такой музыкалист, вы очень развиваем, последние два года, а вас прям слышно, но чуть ли не на каждом шагу. У вас какие-то там, как, методы вот продвижения какие у вас? То есть, как, методы продвижения сейчас у нас, единственный метод, это концертная деятельность. Мы сейчас, поэтому, наш технический и бытовой райдер минимальный, но мы готовы ездить везде, повсюду, на любые площадки. Пусть нас 9 человек, мы готовы выступать на двух квадратных метрах. И, не знаю, наверное, ну, и, как бы, полностью отдаемся делу, полностью выкладываемся, люди видят, что на сцене не халтура, что мы сами получаем удовольствие от этого всего. Ну, не знаю, наверное, от этого сарафанное радио так разносит, как бы. Нет, реально, очень известно, кто-то вас вообще любит, на вас очень хорошо взывается, но это просто как мнение, вот, не мы мне, как журналист, а вот стороннего, просто. Ну, мы не следим за этим, мы очень приятно получаем такую информацию, мы рады, что где-то о нас кто-то говорит. А вы на, вы вообще сами занимаетесь там концертами, или у вас там менеджер в деревне? Нет, у нас есть директор, да, который, да, который помогает нам координировать все наши передвижения, все наши концерты, все наши фестивали. Ну, и стараемся максимально сами прикладывать усилия, потому что так, как это надо нам, не надо это никому. Нам это надо в первую очередь, поэтому мы стараемся делать все на 100%. Ну, вот, получается так, как получается. А у вас сейчас такое, получается, активное, такое фестивальное лето, то есть это про фест, крупный фест, у нас есть ли вы? Да, у нас за это лето такой серьезный сет, из фестиваля получается около 12 фестивалей, да, причем это фестивали, ну, на самом деле, фестивального типа, скажем так. Не просто какие-то байкерские, например, сейшены, не просто какие-то там Дни городов, там, я не знаю, это на самом деле фестивали, это... Да, это большие, крупные, масштабные фестивали. Не жалея времени и средств, стараемся объехать всю Россию сейчас, потому что фестивали это очень большой такой прорыв и толчок для трамплин. Трамплин это такой для молодых групп как мы, потому что, ну, это... Сегодня ты выйдешь на сцену, тебя в одночасье увидят там 5 тысяч человек, и 2,5 из них ты понравишься, тысяча из них найдет тебя ВКонтакте, а 200 придет на концерт. И если так с каждого концерта, с каждого фестиваля собрать, то, как бы, осенью ждем вас в больших клубах России, Москвы, Санкт-Петербурга, уже есть сольные концерты, ждем там большое количество народа. Я думаю, вот после того, как там процессы и нашестры, конечно, это прибавится, но реально надо. Да, да, мы надеемся тоже, осень надеемся. А осень у вас будут сольники, я так понимаю, да? Да, осень у нас уже так до ноября расписана вся наш тур, с ноября сейчас тоже формируем. 3-го, какого у нас в Москве концерт? 11-го или 3-го? А? 10-го числа у нас. А где вы там? Клуб театр в Москве. Угу, знаю. Так что, друзья, приходите. Какая дата, когда? 10-е, 10-е сентября, клуб театр. Вы можете это громко сказать, что вы услышали. 10-е сентября, клуб театр, город Москва, группа God Times, приходите все. 3-е сентября, клуб Космонавт, Санкт-Петербург. Так, ждем всех. Отличный год. Большая сцена, большой зал, влезем все, потанцуем, как в последний раз. Так что ждем всех. Артем, отличные такие планы. А у вас вот такое активное лето, оно первое или в прошлом году тоже что-то? Нет, мы последние три года ездим довольно-таки активно, но как бы с учетом роста потенциала группы вылезают более уже такие масштабные фестивали и более лучшее время. Например, на Добропосте мы в этом году играли наконец-то на главной сцене. Мы очень благодарны организаторам. Они доверили нам. Вроде как мы их не подвели, надеемся. На нашествие тоже, ну, как бы хорошее время выступим сегодня. Чуть-чуть мы опоздали, но ничего, я думаю, все справимся. Организаторы вошли вроде как в положение. Никто ни на кого вроде зуб не точит после этого. И все остальные фестивали тоже с этого года так потихоньку присматриваются в группе Го Таймс. Это радует нас как непосредственно заинтересованных людей. Поэтому в следующий год, я надеюсь, еще будет больше фестивалей, будет лучшее время, будут лучшие дни какие-то. И все. И скоро придется подвинуться нашим монстрам рока русского. Я надеюсь, что просто на следующий фестивальный год вас уже просто начнут по умолчанию. Будут иметь в виду, что в фестивале вводим этого от всего сердца. Знаете, как мы этого ждем? Столько лет положено, ждем, ждем. А вот вы говорите, 12 фестивалей, наше Доброфест нашествие, а где еще вы вообще участвовали? Так, у нас было Доброфест нашествие. Был очень большой, здоровский фестиваль в Перми, Rockline называется. Огроменный. Он был уже, да? Да, да. Были фестиваль Огни в Екатеринбурге. Тоже молодцы ребята. Начинающий фестиваль. Два года, по-моему, всего был, но все хорошо у них прошло. Были Озрок, был Ворехова, Зуева. Дальше у нас по планам. Что у нас? Фестивали в песок, движение Кубана. Кубан? Да, мы едем, сначала выступаем на припати Кубаны за день до фестиваля. Отлично. И 90% что мы все-таки заскакиваем на Кубану, так что... Это уже первый раз получается. Да, да, Кубан у нас первый раз. Так что увидимся не только в России, увидимся и за ее пределами. Всем людям, которые готовы ездить, мы рады. Ждем вас на наших танцульках. Реально у вас очень активное такое лето получается. А вы говорили, что вы пишете сейчас про мысинка. Как вы все успеваете? Ну вот как мы все успеваем? Успеваем так, что как бы не видим жен неделями. Жены расстраиваются. Ну что делать? Ну вот я дома не был уже, не знаю, больше недели дома не было. Ну так это не тур, это даже не тур, это просто вот такое накопившееся количество дел, которые надо срочно делать. Надеемся, что за субботу и воскресенье уже все разгребем. И в понедельник вечером, наконец-то, на домашних щах окажемся. Очень хочется, наверное, заскучиться. Очень хочется, да, поесть уже домашней пищи, лезть в родную кровать, прийти домой к родным людям. Ну, такие, это издержки профессии, нам это все нравится, нам это в удовольствие. Жены тоже как бы знают нас, не первый год, конечно. Они знают, что мы этим живем. Ну вот так, я думаю, это как бы, каждый музыкант может такую историю рассказать, это как бы не новость, конечно. Артем, и напоследок тогда пожелания поклонников ваших? Наших поклонников мы называем либо бандиты, либо колхознички. Так что, дорогие наши бандиты, колхознички, мы ждем вас на каждом фестивале, куда только едет Good Times. Мы рады видеть ваши флаги, файеры, дым, слышать ваши крики. Друзья, спасибо. Мы хотим вам сказать спасибо. Приезжайте везде, куда только захочется. Приходите на наши концерты осенью, зимой, весной. Всегда приходите, всегда вам рады. Ждем, любим. Всем Good Times. Спасибо вам большое, Артем. Мы желаем вам отличных выступлений, отличного активного лета, чтобы жены вас ждали, любили, ценили, потому что вы молодцы. Спасибо вам большое. Мы вас ждем на выступлении на шесте и будем присутствовать. Спасибо, мы ждем вас в зале. Спасибо.